Проблем в Карымском районе немало, а вот одна из главных – здравоохранение. В первую очередь хромает материально-техническая база медучреждений. В поселке Дарасун из-за обветшалого состояния здания участковой больницы уже с ноября прошлого года закрыт корпус терапевтического отделения. Здесь у нас отделение патологии беременных, внизу у нас женская консультация и скорая помощь. Мы хотим работать, нам нужны кадры, мы хотим, чтобы наше второе здание зафункционировало. Условия – это так себе. Считают они сравнить. А медперсонал? Ну, медперсонал-то отличный у нас. Да, им бы еще здания хорошие. Да условия труда и вообще бы цены не было нашему поселку. На реконструкцию здания, в котором частично сгнили деревянные перекрытия, а на фасаде появилась трещина, требуется 11 миллионов рублей. Пока же терапевты вынуждены временно размещаться в корпусе гинекологии. Детское отделение, которое также находилось в аварийном корпусе, закрыто. Сейчас в связи с тем, что поселок разделен на две части, планируется круглосуточный пункт медицинской помощи открыть на той стороне реки Ингады, чтобы люди могли обратиться, и дети в том числе, потому что там проживает порядка 4 тысяч жителей, отрезанных от больницы. Александр Осипов посетил и село Кайдалово, которое так же, как и поселок Доросон, разделено на две части. Для того, чтобы добраться до школы или местной больницы самым коротким путем, жителям приходится самостоятельно попадать на противоположный берег реки. Действующее здание ФАПа было построено в 90-х годах прошлого века, и на сегодняшний день уже не подлежит ремонту. Срочно необходимо строительство нового. А вот в поселке Карымское здания центральной районной больницы оказались более прочными, несмотря на то, что простояли уже более ста лет. Центральная районная больница разбросана по территории поселка. Вот сейчас мы находимся на территории, где находятся станционары и лаборатория. Здание постройки 1904 года, самое молодое здание постройки, это 1985 года. Здания центральной районной больницы приспособлены. Изначально это были общежития для медиков. Сейчас на территории больницы находятся 7 действующих зданий. Из них 5 деревянных, аварийных и непригодных для эксплуатации. Здание основной поликлиники также приспособленное. Оно расположено на первом этаже жилого дома. Ну еще и причина очень большая в том, что современное оборудование в данных условиях просто Росздравнадзор не разрешает размещать. После всего увиденного жителям Карымского района пообещали, что на их территории в скором времени появятся сразу 4 новых ФАПа. И не только. Конечно же, наверное, вас всех интересует этот самый больной вопрос. Это Карымская центральная районная больница. Ну вот что касается поликлиники, уже было сказано, выкуплено здание Сбербанка, здание достаточно хорошее. Со взрослой поликлиникой проблема решена. Но действительно нам хотелось бы увидеть современный единый медицинский комплекс. Заявка подана в национальную программу развития Дальнего Востока. Ну и действительно будем прикладывать все усилия для реализации этого проекта. Я думаю, это у нас должно получиться. Как и в других сферах, чувствуется в селах Карымского района дефицит кадров. Программа «Земский доктор» призвана улучшить эту ситуацию. Но с 2011 года кардинальных перемен в этом вопросе так и не произошло. Что касается такого больного вопроса, как кадры, действительно у нас есть уникальная программа, и она очень хорошо работает. Это «Земский врач». В прошлом году к вам прибыло 5 молодых специалистов. В прошлом году впервые у нас очень хорошо срабатывала программа «Земский фельдшер». Очень много желающих. И действительно, я думаю, что в этом году мы значительную часть фельдшерских пунктов закроем специалистами, в том числе и молодыми. Однако в реальной жизни муниципальных районов края ситуация складывается иначе. И никакие деньги не могут удержать на селе молодых специалистов. Мы очень здорово надеялись на программу «Земский доктор». Но, к сожалению, люди возвращают свой миллион и уезжают за пределы. Связано это с тем, что, во-первых, нет условий для работы, нет современного оборудования, ну и нет жилья для медиков. Хотя район передал за последних 15 лет 11 квартир здравоохранения, но, к сожалению, они не являются служебными. Их приватизируют, продают и уезжают. Особые надежды Краевое министерство здравоохранения возлагает на подготовку специалистов прямо со школьной скамьи. Мы все должны работать в единой команде. Это касается и глав муниципальных районов, и глав Карымского района. В каком плане? В плане именно подготовки молодых кадров. То есть мы должны их расти со школьной скамьи. Основной приоритет – это целевое обучение. Но и тут есть свои разочарования. Только в Карымском районе за последние несколько лет уехало две семьи медицинских работников. Самое обидное, что они коренные жители района. Они по контракту целевому приезжали, обучались. Два с половиной года проработали. Им вот этой семье как раз последняя семья. Она рентгенолог, он невролог. Была предоставлена четырехкомнатная квартира. Ну, они посмотрели то, что вот условия в Новосибирск. Переехали, там они довольны условиями работы. В ближайшем выпуске вас ждут новые подробности поездки Осипова в Карымский район. Смотрите завтра на канале ЗАП-ТВ. Наталья Протаковская, Ирина Петрова и Антон Золотухин. Специально для ЗАП-ТВ.